Да, сегодня у нас будет бином Ньютона и, соответственно, проработка уже базовых тем. Отлично. Так, давай мы с тобой, здесь, как мы помним, у нас отображение было. Так, давай запишем, сегодня у нас число 24. Да, завтра зарплата. Завтра зарплата, но не у меня. Да, не у себя. Ну, слушай, я уже изо всех всех расходов, у меня по коротке сейчас минус 500 рублей. У меня, конечно, есть отпускные на другой короточке. Отпускные. Вообще, я без большим удовольствия, конечно, замсадили. Отдал, ты же голодаешь там. Да, 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 я, соответственно, понимаешь, мы друг друга, математика друг друга, понимаем, да? Хорошо. У тебя там голод, тебе же невозможно позволить, как я сейчас товарищу позвонил, приведи 100 баксов туда, вот и сейчас завтра, да. Ты же так не можешь, то поясни. Я так не могу, да. Я, я, 100 баксов это не Unreal. Окей, окей, окей. Так, хорошо. Так, смотри, получается, мы с тобой записываем дату на полях, 24-е. Взбежение у нас возвращается, да? Сейчас, 24-е. Скажите, что это у нас следует. Итак, вот у нас композиция начинается, как мы помним с прошлого урока, мы записали с тобой, композиция отображения обладает свойством ассоциативности, или мы с тобой, а сейчас скажу, мы здесь остались на отображениях, композиция у нас была. Да, это одна мне жалень, вторую сетяку все купить. Да, но в целом у меня тоже относительно, просто я под, развернул ее кверх ногами, вот, ну, двух сторон пишем. Да, умные, собственно говоря, опытные человек. Да, опытные, да. Окей, селекция, инъекция, и беекция мы в прошлый раз уже конкретно проработали, здесь вопросов, я думаю, нету. Супер, далее мы переходим к понятию композиции, мы уже до этого познакомились с понятием композиции отдаленно, сейчас мы поработаем по ним. Итак, композиция бывает удобно обозначать следующим образом, как мы видим, классический способ, это когда вот эта функция G принимает в себя FG, да, то есть классический способ мы обозначаем следующим образом. В функцию G кладем другую функцию с аргументом, также это эквивалентный вид, такой вид, то есть это у нас, как это произносится, G композиция F, G и F композиция от аргумента X. Вот у нас есть аргумент X, да, визуально. Да, я помню, что я возмущался, что они на мой взгляд неправильно записали. Да, ты возмущался, я помню прекрасно, что ты возмущался, и визуально, да, так как на практике у нас довольно часто используется композиция не двух, а большего числа функций, на ваш сформулировать следующее утверждение. Так, вот эта штука, давай, переписываем и идем дальше. Какую-то штуку, да ну, иначе-ка эта штука переписывать. Ну, классика визуальная, это же... Да, ну давай. Ну, это зачеркиваю, Бином Ньютона, что я написал. Бином Ньютона у нас будет совсем скоро, совсем скоро Бином Ньютона, да? Да, G, F, G, X, все это в скобочках, это композиция. Нам нужно пройти сейчас функцию... Короче, вложная функция. Это вложная функция, да. Да. Вложная функция, это легче понятно. Конечно, конечно, зачем нам эти всякие... Ну, они ваши тут точки. Мудрить какие-то кружки непонятные. Окей, далее. Я и записал, я хотел записать, скобки непонятно поставил, ну и ладно. Ну и ладно, да. Да, так как на практике мы довольно часто будем использовать композицию не двух, а большего числа функций. То есть, по сути, на практике у нас много будет функций композировать друг с другом. Вот. Давай мы с тобой следующее утверждение запишем. Вот лемма прекрасная. Композиция отображения обладает свойством ассоциативности. То есть, если... Вот, по сути, что это такое вообще? Давай нормально. F от W равно Q. Мы будем... Ну, то есть... Да. Просто это... Мы так стрелочки пишем, но по сути это F от W равно Q. Хорошо. Да. Понятно. Далее. G от V равно W. И H от U равно V. Сейчас запишем лему. Да, так. Нам надо обратно с того, что получается. Мы сначала получаем V, потом V, потом W, потом Q. То есть, мы все композируем, мы идем в обратном порядке. Угу. Ассоциативности. То есть, если F... Ладно, не будем спорить. Спасибо за композицию. Как ты сегодня... Сколько у тебя сегодня, как сказать, энергии много? Или ты просто готов на релаксе? На релаксе просто готов. Не, ну тут просто получается, как бы, они пишут что равно и что-то другое, а запись-то у них, по сути, вообще особо сильно не изменилась. Мы поставили лишнюю скобочку, там, да, как бы, наставили скобочек рандомно, чтобы накидали их. Да. В два выражения. Вот вы понимаете, что-то у них изменилось. Мы просто накидали рандомный скобочек, да, и все. Да, абсолютно. Что в левой, что в правой части. Потому что, когда ты начинаешь цифровывать, эти скобки, они здесь вообще, как-то, не играют, как по-дальше, в принципе, управлять. Слушай, да. Ну, потому что, как бы, ты хочешь, не хочешь, но композицию будешь делать последовательно. То есть тебе надо сначала найти первый элемент, второй элемент, третий и так далее. Ну, потому что по-другому ты композицию не сможешь разместить, иначе, как бы, на цепочке не получится, а ты не туда придешь. Это супер логично, как для математики, да? Ну, это на хрена будет выглядеть скобки, которые нечитабельно становятся вообще совершенно выражением. Слушай, ну, тут очень хороший, это, мне кажется, философский вопрос. А, может, кстати, историю, просто, может, вообще, там, философию, да, там, ты, соответственно, там, еще... Да, ну, просто, да, здесь же идет F, Q, H, курсы, да? Мы же не сможем, даже скобочки закроем, да, все эти свойства, там, с ассивностью и так далее, мы не сможем бы свойства сделать, там будет Q, H, F. Это невозможно по определению композиции сделать вот так вот. Такие грамотные слова по определению, да? Да, и как бы вот, и зачем тогда вот эту дилемму со скобками возгорожать, пошли дальше, даже, отказались, спорить никакая еще. Это вопрос, кто у нас ведет? Трифанова, да. Трифанова. Ну, кто-то же эту дилему придумал, да, кто-то же. Это вопрос к чередовому дураку, которому надо было диссертацию писать. Вот, что этот значок значит? Как мы прочитаем? Какой этот? Перевернутая А. Перевернутая А. Так, ну, так, соответственно, для всего. Да, для любого Ю, да? Да, для любого для всего. Для любого элемента, для любого мы почитаем это. Для любого элемента универсами, верно, вот эта тигня, которая равна вот этой тигне, которая равна вот этой тигне со скобками. Принадлежащего, да. Сейчас быстренько мы с тобой научимся правильно триктовать эту ерунду. Получается, здесь что происходит? Ну, вот, получается, принимаем сначала эта функция, это примет, это функция, это примет, и потом еще вот этот аргумент. То есть, по сути, вот так это принимается сюда, эта функция h, h принимает аргумент u, потом это перейдут сюда, это перейдут сюда, справа на лево. О, и, наконец-то, доказательные последнюю запись сделали правильно читательной. Молодцы. Слушай, кстати... Слушай, на самом деле, я не знаю, почему изначально вообще так не пишут. Ну, вот да, ну, как бы, ну, логично было бы. Ну, ладно, хрен с ними, пошли дальше. Я записал обязательно, я хрен знает записал обязательно, да. С другой стороны, что мы с тобой видим с другой стороны? Вот, получать для любого элемента, принадлежащего множеству, следует следующее, что вот у нас получается здесь уже меньше скобочек, как мы видим, да? Вот мы видим. То есть, мы сначала берем вот так скобочки, это main скобка, основная скобочка. Операция здесь происходит сначала, да? Потом вот здесь операция происходит, соответственно, да, сначала, а потом здесь, наоборот, операция уже происходит. Вот она, внутренняя скобочка, внешняя скобочка, и здесь вот так вот, то есть, это у нас операция ассоциативности. Что завершает доказательство? сейчас я бы тоже перепишу это для любого следует мы с тобой же все-таки хотим быть математиками да ну любая запись она прогрессирует наиболее удобной и легкой записи значит следовательно можно понять что вся вот эта запись используется используется только самое последнее потому что легче гораздо сделать клавиатуре от руки потому что банально меньше писать любой значок который можно смело отбросить он будет отброс важный вопрос ты меня квадратик поставил я записал обязательно это все таки конспекции говоря о функции часто требуется смотреть ее график до ниже приводит четко определение этого понятия вот у нас определение definition графика функции f от x равно y называется множество вот она множество до такое что нет даже называется множеств мимо раз и мир между разведением множеств x и декартного произведения у нас до этой карты по поведению 2 точки две точки у нас на 3 точки две точки не такое что две точки существует функция равняется f от x я понял сейчас так x y пара такое что y равен функции f от x зависимость ага и контрольные вопросы и свет отображения x на y рад и ксу покажите что а принадлежит б зато следует что функция то принадлежит функции б ну как бы да как бы принадлежит запределили вот такое что-то сказано так хорошо утверждение это говорит в целом о чем тоже нет вид о том что у нас если есть какие-то элементы которые входят друг друга я с тобой совершенно согласен то что я является подножеством b это из этого следует что f от а является под нужном и под б согласен с тобой согласен совершенно верно так есть функция с пересечи встречи с элементом я пресекает б так покажите что же должен показать выражение ничего показывать то есть нечего нам показывать входит в по пересекаемой мы подходят вопросе к нами сведут мы здесь что видим то смотри здесь мы получается видим что здесь мы видим то же самое что выше только соответственно немножко леги элемент есть какие-то два элемента которые пересекаются во множество которые пересекаются но он за который будет действовать в этих пресекающихся множествах должна ее должны входить функции которые действуют первым множестве с пересечением функции которые действуют второго множества хорошо хорошо согласен давай мы с тобой вспомним два ключевых понятия вот я тебя смешу ты мне отвечаешь я что такое прообраз множество прообраз по моему это связано с да с понятием отображения с как с этими манипуляциями что такое прообраз множество может такой большая большая фигня красиво хорошо тогда что такое образ множество образ множество уже из этого прообраза когда сделали какие-то правилами множество нет совершенно верно логику тебя смотри про образ множество это то что происходит у нас получается это исходное множество да и много а образ множество это что какое множество получается результирующая получается у нас есть два понятия исходное множество про образ до до отображения и пусть отображения называется образ образ это называется уже результирующие множество окей супер мысль вспомнить эти все понятия и о чем говорит еще эта штука 2 в целом все правильно то есть мы говорим что вообще для любой функции f от x отображение y и для любых вообще множество выполняется следующее утверждение какое вот это вообще на утверждение это выполняется что что образ у нас пересечения двух множеств образ при отображении и всегда будет являться под множеством пересечения образов этих множеств то есть пусть допустим f фото там какого-то множество отображения какое-то множество да эта функция определенная определи определенная как допустим f от x равно там от наш любимый x-квадрат множество и b заданы определенным образом я с тобой здесь что-то слишком ходим дальше быстрее так f от x y и покажите что вот это что такое вообще происходит вот помнишь мы ставим эту загадку тысячелетия больше разгар 1 0 это вот вот эту штуку мы с тобой делали сейчас где на сейчас это обратно отображение вот эти вот элементы f минус 1 степени а сейчас вот она начинается в f минус 1 степени вот у нас в множество из элемента и вот обратное отображение получается да у нас вот берем из этого получается из этой штуки вот это получить да да мы из производной функции получаем как у нас зовется очень плохо слышно когда вы из производной делаем функцию слушай я делаю от отображения дифференцирование производной да здесь же то же самое получается минус это то же самое дифференцирование когда мы из тех данных которые были пытаемся получить я еще инстаграме не делал с производной интегрирование 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 мы обычно делаем производную хорошо получилось функция более 14 данных которые засунули минус 2 минус 11 да вот у нас получается f минус 11 и 4 вот мы берем 4 минус 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 2 и 2 1 минус 11 доказательства давай 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 так если а входит в то у нас исходные исходные данные а в обратный процесс должны входить в обратный процесс в принципе тоже очевидно потому что входят функции которой мы засунули которые входили должны исходники кто же входить хорошо хорошо так исходник да так легче представить понятие называется обратная функция то же самое то есть как бы если ну понятно да здесь как бы то же самое то что же самое минус 2 минус 1 пипа полом да у нас получается от пинуса до плюсы идут какие-то числа бекса и множество минус плюс бекса это у нас 1 до 1 получается а и пина 2 минус вообще пинатвый дать здравствуйте покажите пример бекса между надрезка множество вещественных минус пинатвый так что мы здесь будем как-то использовать функцию арктангенса подожди если у нас смотрелась есть такая штука что за сорт ангес это обратная функция тангеса она определен у нас на каком интервале от минус пинатвый на 2 до согласен с этим может быть не помню я помню и функция до нас принимает на от пинатвый до пинатвый имеет определенный график да мы можем вообще на этом графе все сделать короче здесь все понятно дайте на подсказочку да я халявно хочу здесь пинатвый пинатвый ответ так нельзя делать вообще если у меня хочешь просто с помощью 3 4 сделать вообще функция то как у нас будет да какая угодно может быть функция хорошо допустим вы там и ладно хорошо здесь не тогда не будем застрять внимание идем дальше так давай мы стоит это перейдем к нашему любимому биному ньютону то как мы видим конспект уважаем трифанова здесь интересно устроен да и здесь она и зачем она решила здесь пропустить вообще фундаментальные но если я по сути здесь бином ньютон придет на 24 до у него он идет получается после уже функция на число и потому что хотя почему нет хорошо она видишь она здесь сделать так а здесь когда я ее по ее методической еду вот она здесь она сразу же дает нам уже бином ньютона на 19 то есть когда да уже до отображения она нас уже начинает знакомить с биномом ньютона что является прошел менеджер на работу до кафе рассказал что ваша методичка очень сильно похоже на ваш учебник сделайте с этим что-нибудь вот здесь она уже начинает сочетание бином ньютона начинает знакомить потихонечку после мат индукции к что как что является правильным да вот мат индукция потом сочетание но до отображения стек она делает видишь сочетание бином ньютона но отображение а там она нас знакомит уже после отображений вот я под код принц бином ньютона чем раньше тем лучше соответственно сейчас давайте посмотрим что это вообще за бином ньютона да так сейчас мы с тобой добежим где у нас здесь динамик не прибежит предыдущий занесет он повешусь уже спасло до тебя вот это вот решение но мне он бежал ужасный продолжил два варианта либо я где-то неправильно закрепил когда батарейку менял либо еще время его пришло было мысли вообще не очень хотелось больше не добежит ага слушай я думаю что это хорошая смотри просто мне нравится зачем то что вот когда я сидел на на лекции да на паре бы вот мы употребили хороший термин называется треугольник паскаля и вот в рамках именно ее конспектами на вот в рамках кт лекции я не видел чтобы она использовала термин треугольник паскаля а в прошлой версии у нее использует треугольник паскаля да мне вот это нравится треугольник паскаля давай поехали сочетание бином ньютона соответственно непонятные науки всегда треугольник паскаля нам это как его зовут александр 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 трифанов на этот мой то может ну на что этот у меня же мой этот препод то есть их два кстати трифановых есть один этот но неважно ладно пиши обязательно бином ньютона сочетание с . бином ньютона сочетание . бином ньютона сочетание . бином ньютона бином ньютон пишу просто это относится в рамках именно к сочетаниям комбинаторика я уже давно запутался что почему но я тебе веду я тебе веду за руку все в порядке смотри при работе с биномом ньютона смотрите параграф 2 глава 1 до часто приходится вычислять сочетание мы говорим что из n пока вот эту штуку произносим следующим образом из n пока вот такую штуку мы произносим сразу для вычислить мы называем это из-за из n пока мы говорим хорошо вот пока не пока все понял пока 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 еще дороже хорошо смотри мы вот это называем соответственно из n пока далее сразу для всех то есть когда такую штуку видишь ты сразу понимаешь что что то связано с комбинаторик и то есть я должна чувствовать ты должен же чуеть что-то связано с комбинаторик его уже сразу же сразу для всех значений к от 0 до м да то есть мы видим что свет для всех значения вот это удобно делать с помощью треугольника паскале вот легендарных треугольник паскале с которым я познакомился по виду треугольника получается что он совершенно неважно что меньше либо больше треугольник паскалит да вот такая вот крутая штука 11 понятно 1 1 1 2 и так далее это н или к вот это н слева которая слева идут 012 столбцы это глубина глубина идет глубина глубина это н или к глубина здесь в рамках нижнего значения как а у нас 0 это как она у нас 0 почему у нас становится ровно единицы у нас треугольник паскаль начинается единица потому что а плюс б в нулевой степени будет единица а плюс б в нулевой степени вот единица вот понятно это понятно хорошо все это вы так сделали записи это магия математика мы секретом и не все же не рассказывать подожди тот уже из блин туда входит в это число ладно смотри ладно смотри давай продолжим с тобой глубоко копать не будем нам главное быстренько пройти эти все темы и забыть про них хорошо далее главное чем раньше чем больше ты меня термин захватаешь всяких триагонников паскале там какие-то там еще неведомых штук да то есть тем лучше когда ты уже в data science уйдешь да ты такой скажешь а я слышал где то такая это изменяет из мат анализа а это у нас из ленины алгебры а что такое поле поля и кольца ого это издospувила да так а что такое отображение так это аналитической геометрии applying на да ажу такая какebeleo структура это ленина алгебра вот то есть как больше чем больше этим теме там гадаешь тем лучше огонь далее смотри вычисляется при при работе с беном ньютона часто приходится в very much сочетания вот мы с вами при работе в н MIL-ту нам и должны вычитать сочетание это мы будем делать с помощью треугольника паскаля если записать сочетание из n пока для последовательных значений n в виде треугольной треугольной таблицы что мы здесь видим да вот и из-за того по 0 11 да у нас вот что получается так вот так вот у меня поверим 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 да поверим смотри далее а легко заметить что в силу свойства сочетаний вот у нас вы считаете как у нас есть свой сочетаний все внутренние элементы каждой строки кроме 1 можно получить сложением соответствующих элементов предыдущей строки согласен да то есть желание да смотри далее вот мы с тобой видим что так как элементы первой строки крайне элементы всех основных строк равны единица то есть у нас видно что боковые элемент вообще единица да то в числах этот треугольник будет выглядеть следующим образом то есть в написанной таблице получено сочетание с двух и из из трех и четырех и так далее то есть у нас есть из 2 и 2 3 то есть так тык 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 видишь у нас единички идут по бокам да а внутри уже идет то есть это 1 плюс 1 2 2 плюс 1 3 да и так далее 3 3 плюс 3 6 хорошо далее смотри мы с тобой видим то что в таблице мы с тобой все совпадает для упрощения вычислений полезно отметить что в каждой строке элементы равно стоящие от концов строки равны между собой согласен да далее так доказать равенство ну будем больше половины его не паскаля сейчас до другого не паскаля да я понял что нужно при вычислении беном и ньютон ни хрена не понял как он по-индиотски сделал ну да ладно ни хрена не потому что дальше там уже вопрос идет там нужен беном для вычислений и поставьте формулу беном и ньютон так факториалом числа она называет это понятны так так например понятно 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 полез заметить что и факториала ну понятно куда он делится так величины cк по тоже интересней это слепо симоны и называть минимальным коэффициентом получается см тряси звук к факториал минус как то есть пока можно вычислить вот так потом начинаем распадывать треугольники ньютона если у нас к единице 0 у нас получает всех факториал которые единицы и соответственно получается внизу фигня какая-то с карелка и треугольник ломается вся схема блять почему везде ломается схема мы здесь форму вот это где материал поставим а у нас канал и единице 0 минус 1 будет минус 1 минус 1 это нормально запись давай я тебе кажется скажу давай сейчас немножко теории по поводу бенома ньютона беном ньютона это вообще для чего для разложения беномов в степени на сумму беноминальных коэффициентов мы это все понимаем переводи на русский вообще что такое беном беном ньютона это кто такой то вообще это вот вообще когда мы говорим про беном и что должны представить голове то есть это какая-то формула для сложения вот этого бенома нашего до в степени на суммы беноминальных коэффициентов и какая ходящий вид должна формула ты иметь этого бенома как какой вид ты должна иметь да а вот такой беженок а если болит паскаля и цена к в этой формуле да согласен что здесь мы во первых по факториалу работаем факториал числа да и мы с помощью вот этой штуки комбинаторики факториал вычисляем здесь вот именно в рамках беномы здесь а здесь мы определяем работаем уже не мне по факториалу здесь мы работаем про это две совершенно разные вещи и зря я в ту вещь 0 единиц подсовываю а вот этот у меня уже внимательный да мне интересно какого хрена как бы вот c от одного до нуля и c от одного до одного равна единиц смотри 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 давайте кое-что покажу вот это у нас разложение по факториалам это разложение по факториалам наверное по-русски это можно сказать что это разложение помножится помножится да совершенно верно да другая штука что мы можем раскладывать степенную функцию мы наверное не можем я думаю с нас очень прикольно было начище надо то есть мы берем какое-то выражение в какой-то степени состоящие не просто а в подряд 16 степени или у нас обязательно только два элемента степени смотри ты мне сейчас немножко пропадаешь формула мы с тобой примерно видим да вот она формула вот она легендарная формула вот такую форму помню я понял даже мы взяли формула дальше мы все начинаем раскладывать это частный случай нашло напомню я сумму в кубе помню тоже бином понятное дело далее далее смотри вот это да вот это вот мы вспомним и у нас как объем соответственно все произвольно да там натуральное число и написать надо же быть натуральным числом и мысль помню что натуральное число мы посчитали сумму у нас получается 4 степени 146 это прикольно да это прикольно и в целом что такое щебе на бенами альни коэффициент то есть это просто вот эта руковка к вот эта буковка к есть этот этот бенами альни коэффициент вот это вот внизу буковка к где сигма где у нас сигма буковки сигма и сигма и сигма то я понял что бинальные коэффициенты имеются ввиду соответственно множители всех это число которое число комбинаций из из n элементов равный выбранных к к элементов да и мы обозначаем всю эту штуку в буковку c соответственно мы когда вот видишь вот здесь вот есть буковка сигма до буковка сигма сумма вот но также если ты меня вот заметишь сейчас где-то треугольник паскалит вот мы вот буковка c наша любимая вот она буковка c да вот и вот мы так говорим что и zen пока да то есть вот это вот как раз хоть и коэффициенты наши да вот эти вот коэффициенты даби бенами бенами альные в целом здесь вот в рамках уже вот эту беном ньютона действия факториал это все понятно вот мы должны сконцентрировать наше внимание вот здесь вот наше сочетание да в целом что мы здесь видим то вот чтобы нам доказать это равенство видимо и сложение вот смотри мы с тобой когда вот эту формула видим доказать равенство вот это сигму сигму от получается от комбинации и zen пока zen пока вот мы должны доказать это равенство как мы стоит докажем давай сейчас докажем это равенство да у нас есть свойство сочетного значения формулы бенома ньютона куда надо поставить и не единицы но тоже согласен да давай сейчас пока уже визуально готовы решения поставим форму а я вот смотрю насколько ты вообще у меня может меня разыгрываешь а ты знаешь математику вообще там не знаю на самом деле заголовок очень мне нравится что такое беном ньютон и почему он всех пугает я не знаю что они все боятся так вот смотри вот он беном 2 формулы квадрата и привели там примерно 4 в общем видит так так сумма с нуля дуэн соответственно на к и смесь ввиду что н к которым скобочках первых это это что значит круглые скобки 0 это же не отделенная на 0 это что-то другое да да это вот вот это вот эта вот формуле в общем виде вот это пугает вот это это значит сейчас где она вот вот это вот вот это вот это значит за ним облицем написать просто ну да ну да это тупо старт цикла от 0 до да просто старт цикла так возьми стартем почему-то мы приравняли как будто как будто от нуля понятно да потому что сумма идет 0 до н и получается старт последовательность от 0 до н берем н на я потом от единицы до н берем минус 1 плюс b так формула получается в общем виде здесь наверно в скобочках не старт последовательности а наверно номер шага скорее всего потому что собственно говорим мы можем это все закрыть и вот получается 1b и так далее информация от 0 до 1 она вообще она нам нафиг не уперлась совершенно верно можно было убрать это был понятный читабельно любите делать вид что а за что вы так деньги будет получать будем дожди так сам бы человек математика сам уж получать освоить здесь ниже понятно что вот этот однако вычитывается вот такой формулы то есть совсем шага опять-таки эта формула у нас не сработает как я уже доказала при значении 0 1 который есть пригодите паскале и уже доказал что они сработает я понял потому что поставь туда 0 1 и получишь 1 смотри да 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 смотри да в целом в целом в целом да как упрямку нет никаких там внизу не повторяла да мы с тобой что видим то мы видим соответственно что вот это вот я пытаюсь представить себе формулу квадратов да так если у нас 2 плюс 2 в квадрате вот такого вот у нас получается 4 это 2 в степени n 2 в квадрате у нас нет никакого множества 0 поэтому мы были у него что 0 n равна из единицы то есть эта формула на работает но кроме первых коэффициент тоже нужны большие подобные допущения но мы об этом никому не сказать это молодцы смотри это обозначение суммы а цифры в больших скобках это бинамиальные коэффициент и давай все-таки мы с тобой эту формулу базу запишем вот именно то что я говорила то что это коэффициент поставь туда две единицы полную задницу да но смотря с какой страны еще посмотреть да может быть это не так не так то и плохо ладно шучу смотри мы что видим то лима а чё нам гласит c от n от 0 от n до 0 да у нас равно cnn равно единицы до лима с 0 понятно что мы поставили нулю мы получили как бы единицы потому что мы получили получили к равную нулю мы получили единицу потому что мы получаем соответственно н факториал на н факториал от единицы а вот как там была запись от 0 до единицы можно не получим такую же саду было не буду придираться давай давай я тоже записываю обязательно бином в общем виде а а а а а а а не забывай что здесь у нас и примечание да я тебе говорю что твой data science никакое не программирование как куда ты лезешь я никуда не лезу я денег хочу заниматься прям мост так устроен что-то меня визе меня нравилось потом я понял что полный смотри мы с тобой шаг за шагом куда подходим то получается к производным до потихонечку ползем да ползем потихонечку подпалзываем да ну такая чё надо насладиться мгновением как говорится когда мы свернемся это никогда больше уже все ну понятно и цена к с треугольником паскаля это просто расчет этой ерунды которые можно привести способом все это расписано можно тупо цифры поставить цифры в больших скобках пеномиальные коэффициенты давай запишем что цифры в больших скобках это беномиальные коэффициенты цель на и записи беномиальные коэффициенты какого хрена ты будешь свою запись что можно согласен ты же теперь будущее data science а кто они они так то смотри обрати внимание что мы с тобой беномиальные коэффициенты раскрываем получается вот в такую штуку в такую а эта штука превращается вот в такую штуку то есть по сути когда мы пишем вот такие красава такую скобочку да непонятно мы эту скобочку раскрываем уже в такую цешечку любимую да уже комбинаторику а вот эту скоб вот эту хрень мы раскрываем уже в такую формулу смотри что происходит то я просто не понимаю чем не в изначальном формуле ввели вот это на к написали бы сразу цена вернулись как мы превращаем то что мы здесь делаем кручу-верчу то есть n к вниз попадает а кашка вверх летит да ну вот да вот ну это извини меня это уже все это матан смотри внутри штуки написали а ты понимаешь что это тебя ждет все вероятности тебя ждет все вероятности ты это понимаешь да я понимаю как запись дурацкий приходишься логичной записи в конце концов скобочках откажешься потому что как говорится зачем держать что там написал на к когда-то пишется написать канаве на все остальное удобно нелогично а потом да еще раз формуле переворачивается сверху не тренд факториал переворота из-под вывода ну зачем все нужно больше писать руками где-нибудь да пошибаешься мысль то она идет смотри а вот мы же понимаем что во первых форму беном ньютона где мы будем применять с тобой но в кабинаторе кида то есть все вероятности где мы что будем считать количество вариантов вычесть степень пенома вычесть степень пенома нам это поможет да общий вид у нас есть формула бенома ньютона чтобы там было а плюс б плюс c и плюс д я тут уже на релаксе чили да ты мне такие просто я даже зевал сейчас данный момент пока ты спрашивал так ты конечно что если если мы добавляем количество в первую скобку да где мы добавляем туда бесконечное число слагаемых она же по идее тоже должно существовать слушай давай мы с тобой сейчас прибегни к лобике что мы с тобой получим тогда если мы что прибегли перебегни и бегнем к логике что мы должны получить большее количество множественных переменных степеней по идее смотри я могу тескать тогда мы у нас есть формула бенома ньютона может быть расширена на нас суммы более чем с двумя слагаемые например допустим может эта формула для разложения выражения допустим а плюс b плюс c к примеру в степени n какой мы что будем имеем вид какой вид мы будем иметь мы будем и следующий вид допустим равно сигму сигму от цешечки опять н пока умножаем на а в степени n минус к умножаем на башечку в степени к возведенная умноженная на соответственно cc в степени n минус к минус к там будет более сложен да можно можно то есть без проблем не проблема мы с тобой чисто сейчас что мы чем сейчас занимаются с тобой мы сейчас просто математический лексикон мы сейчас даже не релаксируем и набираем математическое ужасно вот смотри вот формула для компьютерного зрения да вот формула да да компьютер вижу формула для компьютерного зрения вот они реально вот выглядят более интересно да то есть допустим сейчас и какие такие вот формулы да вот они более уже интересно вот они мы к этому мы идем мы идем мы идем мы к этому мы с тобой к этому желтого треугольник паскаля совершенно бессмысленные не я подожди мы набираемся с тобой лексикона математического мы не можем с тобой быть дикарями в математике нам нужно набраться треугольник паскаля до чего я первый человек который заинтересовался почему как бы при треугольнике паскаля до первый шаг 11 до так получается равно единице к у нас должно быть чтобы получить 2 и 0 и 1 поставить по двойку можно и получит я считаю человек который застил с тем что сильно равно единицы и к равно нулю то у нас получается формула идиотская я уже сам запутался ты у меня начали до сегодня до сен тоже начали стол не а мы а мы никуда не напрягаемся времени полно вагон математика нас никуда как это все считается оставили треугольник подумать мы разложили считаем первый диск понятно вы по сцене пошли получили единицу как мы пришли в четверку долбанутым способом мы пришли в четверку на 1 единицу взяли и получая сложили с твоей тройки получили 4 потом мы взяли тройку сложили мы с единиц и уже и обратно не складываем мы идем опять складываем строки получаем шерсть потом мы берем следующую шестерку нас влево мы не идем следующую тройку мы раскладываем с единиц мы получали всегда двигаюсь вправо а только долбаную единицу мы все считаем дважды я понял тебе прямо горишь ты прям этим да я понимаю да 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 на практике как это работает да допустим что по ходу работал горитом нам нужно расцепить кропки вычислить допустим в 4 до коэффициент 4 до x плюс игре применим сюда бином ньютона и треугольник паскаля дака применим вот 4 степени применили применили или разложили начинаем потом считать коэффициента а я на удобный для расчета коэффициентов добавить 0 слева и справа последний строки 1331 когда он будет более логично когда мы идем 0 1 1 1 1 3 получили 4 3 3 получили 6 3 плюс 1 получили 4 и 1 0 получили 1 суши ты как бы гораздо логично что ты можешь видеть точь что не могут ведь обычно люди это понимаешь обе единицы они почему-то считаются дважды если бы также программирование подела бы я бы охренел вообще полегче полегче как это студенты тьма может к ты плохо учить смотреть 20 и она воспринимается вообще отлично у тебя дар понимаешься какой-то дар видение видение математики да и x плюс y в степени вот мы стою что здесь делал но 1 x 4 потом плюс 4 вот он четверочка x3 уже степень падает да у нас плюс и умножить на игре плюс 6 да вот шестерочка наша прилетела x квадрата y плюс 4 вот она четверочка x y 3 ну и понятно да здесь все в принципе понятно логично далее что происходит что с помощью этого тригольника можно не считать все эти формулы с факториалами да а быстро находить нужны коэффициенты подставляя их формулу бинома и сразу получать ответ так можно разложить любой бином и получить ответ гораздо быстрее чем взять все факториалы подряд ну мне кажется будет бином в сотой степени тебе нужны коэффициенты да ты треугольник в сотой степени замучаешься рисовать согласен да но как говорится почему бы нет время есть значит есть возможности далее мы с тобой поняли что это все за что это что за треугольник давай мы с тобой посмотрим на вот это вот доказать доказательство равенства не все-таки хочется практике уже вот она доказать равенство стигма а вот от нижнего предела от к до n best от от а как получается в рамках коэффициент у нас с тобой используется nk равно 2n как мы с тобой это делаем сейчас давай мы ручка перепишем это разок хотя бы до записываю доказать равенство как у нас доказать это это мы доказываем теоремы обычно доказываем к равно 0 у нас получается везде будут только коэффициенты c потому что с единицей степени нам единицы неважно я пока думаю как будет доказывать везде нужно только c получается сейчас как я думаю я возьму выключу говно спасай формула бином ньютона формула бинома ньютона формула бинома маньютона а равно б помоюсь хоть когда у нас будут только цешки изначально то есть у нас будет очень много процессов где внизу есть н а сверху соответственно она идет от 0 до н хорошо нам нужно доказать равенство хорошо вот у нас получать звайн равно уже один у нас откуда взялась двойка хотя у нас двойки не понимали откуда не двойку взяли и прополучили вернее я просто думаю что почему она вот сумма дамы а в принципе да логично мы же разложили сумма мы получили сумма то что равна двойка там из условия доказать что сумма вот этого разложили за счет того что у нас если в любой степени это единица можно избавиться и мы получаем бесконечные последовательности наших c к в степени смотри ацент пока и мы получаем что два в степени все логично поставим формулу а б равно единице да да я уже понял все это рассказала ты меня не слушаешь поставили формулу представили два в степени 1 плюс 1 и стали раскладывать по форме поскольку у нас единица нам совершенно не важно какой степени у нас единица находится всегда будет единица и всегда можно и поэтому получается что у нас сумма всех этих чертовых как там бинарных коэффициентов будет равна до бинарных коэффициентов до по сути да я сейчас быстренько перепишу это все здесь у нас за что вчера я люблю вот этот вот уже очень но учебно пословие здесь принципе уже написано решение да если предыдущем там она решение то здесь можно глазами что-то вообще к чему седьмой коэффициент но логично напишем как и член разложения ньютона выглядит он тогда нам нужно найти когда он будет соответственно 7 можем найти вот так 12 12 коэффициент мы можем посчитать собственно говоря тоже по форму да еще 125 тысяч 970 вообще молодцы и добрые люди как точь и посчитать не подожди стоит факториал вот самое интересное здесь происходит да когда мы начинаем факториал раскладывать и вот этим товарищем ведь вот то есть здесь мы берем да вот что происходит еще здесь вот вот эта формула c12 вот этого должны знать еще как что вот это вот c от 20 12 раз мы даже знать что вот это раз вот такую вот хренотень делается такой формулы вернулись на сушку наши позиции она короче мы понимаем что не работает нуля 20 куда летит и наверх эти двадцатка да наша роднуличка соответственно двадцать восемь летит вниз до соответственно далее что дальше происходит смотри-ка смотри-ка вот что они творят смотри-ка 12-20 выкинули то есть получается что у нас да видишь как они сделали да вот так вот да вот так вот а потом берут так вот это все подобные делят друг на друга и получаем два на три на пять и так далее вот получают эту штуку да верно вот и вот такую штуку мы получаем хорошо здесь мы принципе поняли да вот то есть примерно мы начали понимать что такое сейчас минуту у нас не он а с тобой нисколько не пугает не пугает чё нам пугаться может взрослые люди мышцы не студенты стой мы чтобы не какие-то школьники да не студенты же согласен да мы же серьезные люди 3 далее без бином как я тебе говорил мы с тобой познакомили сейчас мы ходим стой план на перерыв и так продолжаем с тобой соответственно до быстренько проработаем наша задача сегодня это быстро пройти с тобой вот это все до принципа архимеда давай мы с тобой это все проработаем и пойдем дальше прям быстро быстро числовые множество их свойства только на одном дыхании давай пройдем попробовать оплате на том дыхании чтобы показать студентам it мог это кто тут батя давай пишу числовые множество их свойства господи боже на без множества надеваешься на мне каждый раз скажешь одно и то же там что-то новое появилось нет серьезно как бы я говорю на одном дыхании мы же договорились на одном дыхании проходим и все это и издевательство откровенное на мой взгляд сейчас я не могу смеяться больше подожди подожди секундочку я серьезно в чем смысл того что я еще раз послушаю то что я гонял всем множество кому-то активность все иди к черту я понял все шучу 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 я не могу просто это просто очень позитивный человек сейчас хорошо ладно так окей давай когда на одном дыхании прилетим это да но он дыхание соответственно как я тебе говорил вот это у нас матан пересекается плотно с линалом да мы сейчас просто даже записать не будем и прямо что там есть у нас аксиомы сложения соответственно отображение у нас быстренько и операция сложения составляющая упорядоченная пара у нас x и y и так далее элементы вот называемая сумма x и вкладачи свойствами там ассоциативность нейтральный элемент у нас есть называемым нулем вот далее x плюс 0 это понятно все у есть у нас обратный элемент это все понятно далее отображение называет операторы умножения составляющая упорядочной паре x и понятно все называется произведением элементов и x и обладающие свойствами следующими коммутативности и так далее да у нас тут операции мы это все понимаем далее у нас аксиома порядка между элементами р введено отношение у нас меньше равно соответствует элементы и пары x и y принадлежащего к р установлена справедливо x минус равно y или нет при этом выполняет следующие условия то есть мы здесь понимаем тоже сеть условия связь сложение порядком из тоже да все понимаем прекрасно далее следствие из аксиом и же установлены различные свойства вещественных чисел и и операции над ними хорошо известны из школы нам аксиома у нас лема множестве r00 единственным это стой понимаем до доказательства пусть 0 1 и 0 2 0 в множестве r тогда используя ксиома один из апреля 0 получается 0 1 равно 0 1 0 2 равно и так далее все мы понимаем здесь лема множестве r каждый элемент имеет единственный противоположный элемент а настолько множестве р есть каждый элемент имеет противоположный элемент мы понимаем доказательства у нас пусть x 1 противоположные и тогда мы это понимаем да здесь все доказываем лему множестве r уравнения x плюс а равно b имеет единственное решение x равно b плюс минус а это тоже мы стой понимаем хорошо далее прибавляем обоим частям минуса последствий используем аксиома самостоятельства получаем эту всю историю понимаем да далее понимаем да далее лему в уравнении на это она бы при а не равно имеет решение x равно b умножить на в минус степени то мы тоже прекрасно понимать все понятно для любого x принадлежащие выполняется x умножаем на ноль получать 0 это все понятно далее лима доказательства это все понятно это у нас равносильный знак а вот это у нас уже логическая соответственно что у нас здесь логическая или или логическое или должно быть надо или или хорошо далее минус минус x равно минус 1 так у нас есть минус 1 умножаем на любое число получаем с x хорошо далее это мы будем что любого их принадлежащего выполняется минус 1 умножить на x равно x это тоже мы все понимаем да для любого x принадлежащего это мы тоже понимаем далее коэффициент у нас минус 1 для любого x принадлежащего выполнять следующие условия минус x умножаем миссис x и плюс x на x в этом мы тоже что прекрасно понимаю далее следствие к всем порядка то есть это мы принял называть следствие к всем порядка да то есть по сути ты такое слово еще 1 слышь хорошо да ладно для любых из пара x y принадлежащий карте имеет место равны 1 мой соотношение вот соотношению какой-то появляется до x минут меньше игрека равно x x y x больше игрека для любых чисел x y z принадлежащие выполнять следующие условия нас их меньше игрека и y меньше равно z следовательно x меньше sb это мы с вами понимаем если их смешник меньше игрека и y меньше z то x меньше z и спрошат средстве следствие доказательства первое утверждение из аксиома транзитивности здравствуйте получаем следующую историю да мы все показали в лемах мы с тобой это доказываем да прекрасно доказали отлично здесь все прекрасно доказали 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 определение по традиционно числа которые больше 0 называют положительные а который меньше на и отрицательное мысль понимаем расширенное множество вещественных чисел то есть понятие расширенное множество ты мне тоже записывал множество r с палочкой такого да это равно что такое с палочкой как бы дополнение объединенное с минус бесконечно-плюс бесконечно называется расширенным множеством вещественных чисел а символ меньше минус бесконечность минус плюс бесконечность минус плюс бесконечность соответственно сведения в элементах элементы можно некоторые операции а именно вот эти можно операции совершать мы это прекрасно понимаем здесь это базовая школьная математика мы еще быстрее проходим далее и если не важен так знак бесконечности то пишут просто такую вот просто бесконечности то мы тоже прекрасно понимаем далее кроме данных неопределенности дальнейших встречает неприятно видасти 0 делить на 0 это бесконечности на бесконечность там это прекрасно понимаем один в степени бесконечности бесконечной степени 0 и 0 в степени бесконечности прекрасно далее натуральные числа всем известно что числа виды парампапабы обозначается 1 2 3 соответственно понятно чтобы множество x меньше x является подможенством множество это называется индуктивный почему она индуктивная потому что если для любого x принадлежащего множеству x следовательно x плюс 1 принадлежит и соответственно их суммы стоит тоже понимает что понятие индуктивности да то мат индукции welcome to мат индукции до лево пересечения это у нас как читать значок как читается значок вот этот знак как это что это за знак вообще большая подкова подкова большая да что это за знак причине большое такое множество ясно за это сильное множество ну что-то глобальное такой глобальный все-таки база все-таки нужно как увидим далее что такое это это множество всех множеств это большая фигня которая пересекается 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 соответственно альфа у нас поставляется сюда бежит альпа 1 1 2 3 и так далее любого семейства x индуктивно множеств если она не пустой являет индуктивное множество далее действительно из ближайшего соответствия множество этих множеств а а альфа принадлежащий как от x альфа следовательно у нас их сможет x альфа для любого альфа ближайшего а следовательно вот это все и столь понятно да далее хорошо мы с тобой это все прекрасно понимаю принцип от индукции здравствуйте мы это все это уже знаем наизусть да с тобой не раз ты вернули мы с тобой тоже знаем да один плюс x степени n больше равно 1 и так далее мы с вами должны взять какую-то базу базы дук соберется помолчанию далее целый рациональный на сами числом и стопы сника это все пролетаем потому что это прекрасно знаем да множество нас и так далее числа вида доказать что мы это сможет доказать ну конечно можно доказать да потому что потому что я что нет и много т.д. поэтому сможешь доказать далее смотри вот что дальше происходит вот это что такое появляется какие-то дельты да или как называется непонятно допустим да таким образом остается единственная возможность с квадратом 2 осталось так далее мы сможем показать так беном ньютона вот он беном ньютона бактериал числа n лежащие называет число равное 1 это мы ступи разно понимаем парам-пам-пам величина у нас получается вот она классическая формула цен пока да вот у нас при полетели сюда туда-сюда полетели да мы все полетели вот ниже определенные некоторые свойства лима лима один справедливо структующие свойства цена равно единицам это понимают да вот это прекрасно понимаем c от 1 1 равно n минус степень 1 равно n c это n пока равно c n минус 1 к минус к соответственно и внизу n далее cn к плюс cn к плюс 1 равно c к плюс 1 далее все свойства все свойства сразу следует из определения ниже показа доказано последние вот она вот это вот определенно мы до доказываем записываю далее вот он беном ньютона теорема беном ньютона для а б ближайшего множество rn лежит множество n натурально чисто справедливо равенство скипоиспределиво равенство вот она классическая форма которым стоит ожидать наизусть далее далее c более понятная формула чем это самое чем там было где-нибудь то есть какие-то скобочки скобочки смыслами да я все грешу скобочки то вот эта буковка c далее доказали доказательства проводится по индукции дуку ты тут у меня знаешь да базы дуксом а так как она а плюс b а в первой степени равно вот эту историю да мы с тобой это все записываем при n равно m но мы обычно пишем n равно к ну здесь нож к уже из после выполнена равенство и стоял в обоем это равенство да вот это доказать доказательства при n равно m плюс один справедливо равенство мы должны тогда что лево сейчас равно правой части мы с тобой это прекрасно доказываем какая большая формула получилось да это просто представим что мы записали до промежутки числовой по прямой окрестности определения да вот здесь уже начинается интересно да то есть промежутки число прямой здесь мы что мы видим множество да нас обе равно x китая множеств и такой что а меньше равнуx а меньше ему налоги называется отрезком мы струь понимаю это прекрасно шлис базовой школе математики да что у нас это называется ответ сказали три написали до множества пара а-бх с лежащим множеству это такой что а меньше x а меньше b называется интервалом до математики 6 множество это это уже был уж какой-то да это пол-интервал да вот это не слушай сейчас уважаю вы принимаетесь множество определения смотри вот это мы прекрасно понимаем вот называется лучами вот он здравствуйте луч на море 2000 это сайт извините меня да это сайт как же это сайт окрестности окрестностью точки x нулевой приезжающего множество это называется произвольный интервал содержащий x нулевой мы прекрасно понимаем взяли какую-то точку взяли какой-то произвольный интервал не важно даже окрестности точки с 0 обозначается за главным латисткой буквы например вот этому ступать раз на понимаем далее и птелла окрестностью или и окрестностью то есть окрестности точки x нулевой приезжающим нужно называть это все это все понятно и окрестной точки обозначается главной латистки буквы элементов дамы с понимаем далее окрестность элемента бесконечно называется произвольно множество вида следующего вида у нас получается да вот бесконечности а запятая бесконечности супер далее апреля окрестности элемента минус бесконечно смысл какой а а то что у нас может смысл в этом есть хорошо я тебя проверяю сейчас на той скорость восприимчивости далее окрестность элемента минус понятно окрестность точка это нам все понятно это там тоже понятно называется множество такое-то множество уже появляется да да вот и псилон этот буковка и псилон это буква псило , плюс бесконечности далее окрестностью элемента Netz space и называется но что такого вида у нас да далее я принял окрестность элементов множить об ст Zusammen что такого-то время полезно пояснить почему для универсальна берется величина 1ってる 7 рассматривается и так далее уменьшается и так далее уменьшается этой не как вот эта буковка это которая вот наша и ней такая константных которой то concepts нет ни вдвойность 7 это который мы то что влияли буквку те Chand neurons поступают это наша буковка itally окрестность элемента называется но гизные многие печальные говорю совершенно верно просто я это просто буква окрестностей элемента крестность кредит может тоже существовать хорошо идем дальше далее прокол от окрестность и и это но это есть как бы мы называем это epsilon далее обозначается как вот это все обозначается далее модуль вещественного числа что такое модуль модуль вещества числа называть число да мы вводим база математические понятия она положить равна 0 равна ли x если число то есть что у нас вот он модуль здравствуйте x хорошо проматываю 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 свойства у нас вот это что такое доказывали доказывали дали контрольные вопросы мы с тобой это прекрасно все ответим далее вот принцип архимеда здравствуйте да вот это уже начинается вот принцип архимеда придется писать уже непонятные значки в виде буквы я не помню скорость который мы сейчас проведели вот предыдущую главу это если бы на предыдущий глава 6 класс средней школы а мы это писали все на конспекте да да поэтому я пишу принцип архимеда за главные буквами сначала принцип и выделяю карандашиком принцип архимеда мы все сидели нам говорят что такое принцип архимеда мы должны знать что такой принцип архимеда далее пусть вещественным существует что такое м предлежащие вещественным тогда любой икс да у нас следовательно любой икс меньше либо равен пусть вы подругу пишет чуть далее мы с тобой о чем мы с тобой говорит принцип архимеда то о чем он говорит если есть множество м не множество число м принадлежащих вещественным числам да тогда любой икс принадлежащих икс будет там загорные буков камень мы что строго должны обозначать загланной буквы множество заключен считают может существует можете принадлежащие множества r существует множество м и же множество я такое что любого икс принадлежащего x следует что что x меньше равно множество м согласен также Я пытаюсь понять, почему оно следует, то есть какое-то множество, да. Существует множество M, принадлежащее множеству R рациональных чисел? Да, меньше множества, да, здесь число меньше множества. Да, такое, что существует элемент X. Так как можем их число множества сравнивать в плане величин больше или меньше? Смотри, 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 мы говорим... У нас будет определение большего числа любого числа, потому что как бы это множество, там, больше чисел, чем одно число. Смотри, да, можно состоять вообще из любого количества элементов, также может быть и пустым, да, может содержать один элемент, ты согласишь? Ну, все равно, мы же не можем сравнить множество и число. Мы не можем с тобой сравнить множество и число, да мы с тобой все что угодно можем сравнить, мы с тобой математики. Мы-то можем, конечно, сравнить, это же некорректное сравнение, и будет как бы ошибка типов. Ты что, мне себе плюс плюс, что ли, Java? Нет, ну просто к тому же, зачем сравнивать множество и число, в плане, что больше, что меньше. Смотри, это о чем говорит-то? Это уже принцип Архимеда, принцип Архимеда, да, ограничить число множеств. Мы здесь что видим? Что множество x является подможеством множества r, называется ограниченным сверху, если, то есть мы говорим про ограниченность сверху, если существует такое множество m, принадлежащее множеству r, такое, что для любого x, для любого элемента x, принадлежащего множеству большому x, допустим, ну, допустим, число 1, принадлежащего множеству x, следует следующее, что элемент x, элемент x вот из этого множества достаем, вот элемент, допустим, цифра к 1, а здесь x должен быть меньше равно вот этому, да, вот здесь вот должен быть меньше равно. Это должен быть меньше либо равен любому, нет, любому максимальному числу в этом множестве, то есть множество конечное, то вы взяли максимальное значение в этом множестве, И сравнили с нашими иксами. Иксы всегда должны быть меньше, тогда это множество ограничено сверху, получается. Да. То есть мы просто ввели новую границу и так красиво обозвали. А если множество m бесконечное, то как бы, извините, зря вы это сделали. Совершенно верно. Смотри, то есть мы с тобой можем взять любой элемент из множества x, то оно будет меньше или равен числу m. Это обозначает, что m является верхней границей множества x. То есть любое число в множестве x не превосходит число m. Любое число из множества x. А, то есть m у нас это число, да? Или множество. Да, любое число из множества. Любое число не должно превосходить по... Число m, а ты говоришь, что m множество обозначаются, а здесь написано число m. Ну, группы, большие буковки. Мы берем какое-то число, то есть у нас здесь множество x. Мы взяли там число 200, да, и с вами. Ага, у нас каждое число меньше 200, значит, это верхняя граница. Я знаю, что хочу тебе сказать, знаешь, что тебе хочу сказать? Что на самом деле я хочу жирный минус поставить уже трифановые. Знать почему? То, что я на автоматизм, ну как математик, знаю, что если буковки большие, это значит мы так обозначаем множество, да. Она вводит свое внутреннее понятие, чуть ниже читаю, ставишь напишите число m, да. То есть она здесь, как бы, я на автоматизме тебе говорю, что это множество, да, но по сути она говорит, что это как бы число. То есть она здесь берет, зачем-то ставит большую буковку, да, ну, бог с ней, да. Она имеет в виду здесь уже элемент, то есть она имеет в виду здесь число множества, а не само множество, да. Ну я понял, да, что это значит число. У нас число, но все логично, да, взяли какое-то число, если множество всегда меньше этого числа, то это граница, все. Да, но я минусы себя лично. Да, наверное, можно в обратную сторону взять, если число всегда меньше, наоборот, да, то есть как бы, а там наоборот взять, где-то нижняя граница, все, понятно, очевидно. Да, то есть смотри, как это все просто получается. Множество с числом никто не сравнивает, слава тебе, господи. Ой, ну и да, значит у нас голова сломалась, да, далее. Да и голова сломалась, понятно, что можно чего угодно придумать, какое угодно допущение. То есть мы с тобой понимаем, что вот это ограничение сверху, далее вот это мы понимаем, что множество x подможества является r, почему, потому что называть ограниченным снизу, если существует элемент m, да, приезжающий r, соответственно, а, кстати, она здесь исправилась, видишь, напишет, что m это уже число. Да, опечаталась. Опечаталась, да. Опечаталась, да, опечаталась далее. Называется, конечно, снизу, если существует элемент m, приезжающем множеству r, такой, что для любого x, приезжающего к множеству x, x больше равно m, то есть мы поняли, что x должен быть больше равно m, вот этого элемента. Супер. Да, далее. Все просто ограниченное. Взяли два числа, мог далее между них наше множество. Это мы с тобой называем, да, ограничение границы. К чему мы с тобой подходим? Ты чувствуешь, что мы подходим уже к пределу функции? Ты понимаешь это? А через систему уже будет производные, да? Сейчас пределы пройдем, предел функции. Все, дальше производные. Здравствуйте. определение множество называется все это прекрасно далее пример пусть а равно x принадлежащие в но что такое что 0 меньше равна и самичина например числом да так как снизу например число 0 и так далее ниже придя лима которая будет часто использовать дальнейшем смотрим часто будет используем в дальнейшем будем ли мы с тобой записывать на будем если мы стоять реальным связи с наверно как число для любого x модуль x ограничен числом c записываем лима лима куда теле мы доводим с ними засыпать диваном сейчас работает нам вот это вообще зачем нужно то потому что мы что подходим к пределам функций предел все дальше только производные интеграл я еще не успела записать я не писаю как ты пишет такой скорости я не представляю я понимаю да это просто мотан это только когда существует больше нуля я вообще мотана не особо да вот ваннов да я просто как бы ну хорошо руки ну да можно соответственно если допусловию что я записал далее доказательства необходимо доказательства будем надо записать запишем доказательства почему момент ограничено тогда и только тогда это именно правило ограничений это уже до предел к пределу подходим как ты понимаешь необходимость пусть множество x ограничено то есть пишу доказательства необходимость обязательно говорим синг сигнализируем я о любых ошибках опечатках я буду искать через ты пиши и говори что она это самое запускание деньги платят в общем за этого за вычетку и ущербника как-то называть мычевычетка да да давно не слышал а давай еще за верстку будет платить за верстку нет за версткой заниматься точно не буду а как ты тогда там хочет заниматься джаваскриптом джаваскрипт напрямую работа с версткой джесс манипулирует элементами дом-дерево не говорил что я хочу жилоскриптом заниматься но джесс но джесс но джесс а путь к но джесс к че что лежит как ты думаешь правильно через джаваскрипт а путь джесс к чему лежит правильно через верстку манипулированной страницей я тащу на себе часто языка одновременно то есть тащу три языка да это приходится постоянно день и ночь сидеть изучать что-то новой фичи появились в каждом языке сижу каждый день далее я буду стараться чтобы у меня таких как ты было больше студентов чисто по математике и по пойду надо а то раз я скоро разорвусь положив c у нас равно палатка меня скоро помогать так не будет а у нас с тобой минуту до завершения положив уходим вот то есть мы дописываем до определения и отпускает отпускают мы с тобой сделали сегодня программу максимум то есть мы что прошли две главы большие плюс пролетели как turbo turbo эти самые как которым может речь на служит эти множество я не понимаю вообще почему третий то почему так больше что где-то она же была еще потом больше больше чем 3 больше больше мы с тобой дисклетку сколько вы стали скрет китайте множество так называются максимальным большим элементом по сути существует для любого x есть ограничения x число ну понятно дело что максимально это называется еще определить можно было ограничено написать что он является максим максимум при этом достаточность очевидна так как можно положить м равно минус с запятая м равно c я вот пишу как не знаю я пишу все пиши достаточность так как положить я умудрился перри торговать с арабов вообще в отличающем шоке здесь так как я же поехал к друзьям которые сняли очень дорогой отель и когда но не как бы очень дорогой